Добрый день! Сейчас мы рассмотрим концерт Антонио Иванди «Соль-мажор», первоначально написанный для флейта и с оркестром. Позже сделано немало переложений и для других инструментов. Такие произведения были написаны вперед барокко, когда была впервые разработана форма сольного концерта. Некоторые крупные композиторы, Моцарт, Виваде, внесли свой вклад. Ну, перейдем непосредственно к самому произведению. Мы должны определить задачи для этого, образно разобьем на эпизоды, на несколько эпизодов, и потому, как будем переходить от эпизода к эпизоду, и будем видеть, какие ритмические, динамические задачи стоят перед нами. Я вот вначале немножечко проиграю выступление. Здесь соло идет вместе с оркестровым аккомпанементом. Перед measured с отмегавем. Внасует динамido. Музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть мысленно, образно мы разделим на эпизоды. От начала и вот до этого момента, в принципе, таких сложных задач здесь нет. Здесь идет звукоизвлечение. Мелодия соло идет вместе с верхним голосом аккомпанемента. Здесь идет контраст, явный контраст форто-пиано, форто-пиано, оркестра и соло. Следующий эпизод, назовем его так, второй эпизод. Мелодия движется вперед. Оркестра, мелодия. Поддержка идет. Поддержка гормональная, тоническая поддержка аккордами. Следующий эпизод идет смена ритмического рисунка у солиста. Четко пульсается триоли. В оркестр идет поддержка аккордами. Потом там. Там, там, там. Мелодия. Поддержка опять. Потом идет опевание звука. Опять поддержку. В оркестре идет пульси. Аккордами и поддерживающие. Следующий эпизод идет в миноре. То есть музыкальный материал. Знакомый идет. В этом месте ученики иногда застревают в ритме. Поэтому раз. Раз. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Мелодия. Дальше идет переход к репризе. Здесь идет смена форты, пьяно, динамических моментов, смена. И завершая в конце реприза, полное повторение музыкального материала, то, что дается нам в начале. Темповые отношения. Темп от начала до конца у нас идет без отклонений. От первых тактов и до последних тактов идет, нужно держать единый темп. И потом очень важно здесь, между эпизодами не должна теряться нить. Плавный переход от эпизода к следующему эпизоду. То есть ритмические рисунки должны плавно переходить от одного эпизода к следующему. То есть мысль идет вперед, движение вперед, мелодическое движение вперед. Чисто технических здесь задачей у солиста. Хорошие репетиции, звукоизвлечение штриховой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова